привет мои хорошие я приветствую вас на канале как видите я уже за рулем потихонечку тренируюсь вот моя рука лучше и лучше с каждым разом управлять могу не так конечно резво как до этого случая но все же управлять могу автомобилем это уже радует вчера купил этот эспандер для руки тренируюсь занимаюсь рукой ногой буду развивать принимаю лекарственные препараты отвары принимаю также мне столько зрителей хороших таких вот советов надавали вот какие отвары делать потихонечку начинаю делать жара у нас конечно стоит плюс 45 невыносимо я просто ребенка сейчас отвез на занятия сижу жду зашел в кафешку холодненького напитка выпил посидел там полчаса учета надоело думаю зайду в машину просто для вас чего-нибудь запишу а так с машиной вообще не вылазил даже не глушу автомобиль в кондиционер работает потому что ну в такую жару не охота никуда выходить только-только боком 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 бочком бочком как говорится в магазинчик там куда-то в кафешку я сердечно очень искренне хочу вас всех поблагодарить за вашу энергию любви за вот эту теплоту которую вы мне отдавали на протяжении этого всего времени конечно пока я лежал в больнице там знаете тяжело очень было когда на моих глазах у меня рука отсыхала конечно она у меня чувствительность не потеряла но работоспособность наверное была потеряна процентов на 70 то есть я руку вот так сжать в кулак левую руку я не мог мне требовалось как мог но требовалось огромного усилия чтобы сжать руку в кулак это так было тяжело плюс 10 дней лежать вставать мне не разрешали ну ближе где-то четвертому дню и так в туалет разрешали это не всегда а так практически 10 дней я лежал уже руки и ноги уже и лежал и зарядку делал разминался лежа в кровати и сейчас конечно тяжело много если похожу тяжело много ходить но нога хромает стабилизаторы колен на сустав и стопа где они такие слабые нога работает у меня все и работало и рука и нога работала но говорю нога где-то на половину вот так ослабло стою я на ногах ну как относительно нормально не падаю хожу по крайней мере хожу и по ступенечкам хожу вчера в магазин ходил в тц ходил я там ролик скидывал он такой с таким с вежливым продавцам вот так изменения конечно будут у меня на канале вот и конечно я бы хотел бы вот и вас ввести в курс дела изменения какого рода я за последнее время и за эти последние годы я понимаю что я очень сильно устал очень много отдаю энергии ну занимаясь своей деятельностью особенно очень много уходит энергии при консультировании людей людей много у меня пострадавшие там после сект после каких-то оккультных практик или там около оккультных да вот очень конечно тяжело и я понимаю что мне нужен отдых и так как я раньше делал я конечно уже не буду делать то есть на износ я уже работать не буду я хочу себя по максимуму оградить от помощи людям ну носить на на сегодняшний день потому что ну так как я дед двигался до этого ну так нельзя меня еще до инсульта уже были у меня такие звоночки мне уже всевышняя говорила что нужно тормозить притормаживать нужно и не расточать свою жизнь вот так на проблемы людей а я же отказать не могу ну мне очень трудно отказывать людям да вот но она мне показала что нужно грамотно использовать свою энергию грамотно использовать те знания которые она мне дает потому что человек вот он подобен батарейке этого буквально вчера вечером я лежал и мне вот так образы пришли да вот как батарейка у каждой батарейки есть срок действия дата какая-то батарейка на три часа хватает у нее энергии у какой-то на 8 а какую-то батарейку можно и за 30 минут но даже если батарейка рассчитана там на 8 часов работы то эту батарейку можно и за полчаса с нее энергию высосать если неправильно пользоваться этой батарейкой энергии поэтому нам также дана жизненная энергия во первых как мне показала всевышняя во первых жизненная энергия дана чтобы уметь решать свои вопросы земные это во первых твоего личного характера твоей личной души а потом уже но это если есть такое призвание у человека да вот как у меня к примеру да у меня есть призвание работать с людьми и я люблю это призвание но мне очень нравится но вот так себя расточать и всю энергию полностью доводить себя до переутомляемости а потом ты уже становишься менее стрессоустойчивы и в конечном итоге у меня давление начало шарашить 255 на 100 с лишним вот чего я в больницу заехал в реанимацию поэтому у меня нет никакого другого так скажем выбора чтобы оградить себя по по максимуму да от людей кроме как начать брать деньги потому что всю жизнь начиная с 21 года я христианское прошлое тоже сюда включая до сегодняшнего дня до 46 лет я работаю на износ работаю за даром работаю с людьми за спасибо и я это мой осознанный выбор был вот это то есть это моя жизнь осознанный выбор но сейчас я понимаю что у меня есть моя жизнь у меня есть мои дети я детям нужен жена есть которая тоже нужен и нужен я здоровый своим детям и своей жене поэтому меня один вариант остается делать платные консультации для чего это делаю ну чтобы оградить себя от большого количества людей то раньше я это делал даром безвозмездно и я ценю это ну наверное ребят все поэтому я цену обдумывал одну другую либо по договоренности и с другой стороны мне вообще ну тяжело знаете всегда и говорил вам и даже сейчас говорю человек обращается с бедой у него беда да а я не могу ему сказать мне ты сначала деньги заплати потом я твою проблему решу знаете как тяжело тяжело вот с этим смириться тяжело вот это вот самому как бы переступить через такой внутренний порог но ради сохранения своей энергии да и я уже ну как бы ну куда уже инсульт уже пережил ну куда еще куда еще на себя брать чужие проблемы и через душу пропускать я же чтобы в потоке когда нахожусь чтобы пропустить через себя и дать человеку информацию дать человеку слова наставления это же проходит все через меня все вот эти образы и вот это вот боль и в оконцовке вот так вот расточаю свою энергию поэтому цену я пока объявлять не буду но звонить вы можете ко мне обращаться в телеграм максимум полтора часа я могу уделить человеку и по видеосвязи так скажу можете звонить мне по видеосвязи назначать буду время каждому индивидуально буду подпирать время ли ну индивидуально по ситуации как как мне удобно и когда мне удобно если раньше я проблему решал даже практически за рулем когда ехал вот сейчас я все я не буду больше это делать лучше пусть мне один человек позвонит лучше я уделю время одному человеку и он получит больше времени больше внимания и больше конкретики таким образом я себя хочу оградить от всего поэтому я вас всех люблю всех ценю но это не значит что я такой прям хапуга бессердечный но уж кому совсем уж плохо то конечно же речи о деньгах и никаких не будет помогу и так вот я ценю вас тем более я очень ценю вашу помощь это вот мой низкий вам поклон мои хорошие просто низкий вам поклон за помощь которую вы мне также оказывали для моей семьи это просто замечательно больше я не знаю как еще могу вас облагодарить поэтому такие вот акты милосердия с моей стороны ну я немножечко буду ограничивать себя вот такой вот добродетели тяжело переступать через свои принципы которыми ты жил десятилетиями тяжело у меня нет уже другого другого варианта нет говорю это самому блин аж понимаю что вот всю жизнь шел шел так тяжело больше так не могу на износ пахать надеюсь на понимание на вашу любовь на вашу доброту еще раз искренне вообще просто всем моё душевное сердечное спасибо просто от меня от моей семьи я высоко вас ценю всех просто за все эти годы которые вы со мной находитесь за все эти годы сколько я с вами а также буду проводить стримы в стримах буду конечно же бесплатно отвечают людям на вопросы буду по возможности по вдохновению записывать видео то есть деятельность буду свою продолжать потихонечку но вот личные консультации то есть вот у меня теперь примут такой вот формат то есть я хочу меньше жизни в интернете понимаете потому что я много лет реально живу в интернете я телефон из рук не выпускаю просто не выпускаю я постоянно в телефоне вопросы ответы звонки все мне надо вы хотите меня видеть живым крепким и здоровым правильно хотите я думаю хотите ну вот у меня единственный выход на сегодняшний телефон мой в общем доступе и telegram телефон мы у тысячи людей любой мне звонит ну вот такое у меня объявление по поводу канала и дальнейшего развития все обнимаю всех обнял поцеловал мужчинам пожал руки вы у меня все просто все вот красавчики ну и вот покажу вот так могу работаю ей но такое знаете задеревенелая рука но я разработаю все сделаем у меня зрители оказались сотрудники одной такой медицинской компании где выпускают хорошие препараты мне в дар тоже выслали я потом позже со временем поделюсь а вот я начинаю уже их принимать вот так что много прям столько я встретил любви от вас люди вообще прям не зря я сеял любовь любовь и доброе семя вашу жизнь и вот такой прилив энергии от вас получил это что я сейчас шевелю левой рукой это что я могу там вот так сделать рукой и волосы взять вот так хвост и даже косичку хвостик резиночкой вы не представляете какое это для меня достижение вообще я этого не мог делать в больнице и вот только домой когда пришел потихоньку потихоньку стал двигаться ходить хотя сначала и ходить немного домой приехал когда с больницы перед ванной когда брился нужна со мной было чуть сознание не потерял падать начал слабость короче начал падали давай давай меня до ванны ванну меня жена положила отмыла меня отпарила меня от массажировала все я вас всех люблю искренне вы вообще мои зрители просто вы все красавчики мальчики девочки бабушки девушки мужчины женщины блаху